Играет музыка Играет музыка Он реально состоит из тысячи мечей Он огромный, какой-то корявый и не симметричный Потому что кузнецы кое-как его там ковали На мечи огнем дышал дракон, раскаля их до бела А в книге это симметрично, очень красиво и небольшое Небольшое уютное креслице, в котором каждый хотел бы попозировать для фотосессии Оригинальный Вот Давайте начнем с описания и рассмотрения внимательного этого знака Во-первых, все мечи там прямые Так называемые короллингские мечи Европейские короллингские мечи Это мечи рыцаря Это не сабли, это не копья Это не серпы Это не цепы Это не крестьянское, не разбойничье оружие Не пиратское Это не азиатское оружие Не восточное Это оружие западного рыцаря Это важно Это во-первых Вопрос, зачем на этом троне сидят? На нем сидеть неудобно Он режет В отличие от затупленного трона в кино В книге он весь заостренный Об него постоянно режутся Последний Таргариен, Безумный Король Вообще назывался Королем Струпьев Потому что от него все время отлетали кусочки Один из Таргариенов Мейгор Жестокий Он вообще умер об этот трон Мы не знаем точно, что там было Но он так сильно восстановил против себя Всех вообще Вассалов Что однажды ночью он остался заседать на этом троне один И утром его нашли мертвым с изрезанными руками То есть изрезанные вены То ли сам он изрезался об него Чтобы покончить с собой То ли кто-то помог ему Мы не знаем Но именно из рук вытекла кровь Что интересно Этот Мейгор Таргариен Мейгор Жестокий Имел семь или восемь жен Он пытался родить нормального здорового наследника Сына И у него это не удалось Это очень сильно напоминает нам Уже мы говорили о нем В предыдущей серии Генриха Восьмого Помните у него было шесть жен Но это официальных Так их тоже было что-то около восьми И точно так же как Мейгор Жестокий Генрих Восьмой крайне жестоко подавлял все восстания против него И говорят две трети Англии были повешены или обезглавлены То же самое было с Мейгером Вот на что это аллюзия Идем дальше Итак символом чего же является этот трон И почему на нем так упорно сидят властители Один из них вообще заставил его этот трон сделать Что это такое? Чем это является? Зачем им такой символ? Пока что мы видим, что это символ прямого, откровенного и при этом благородного насилия Это и есть символ западноевропейской власти Власть, суверенитет держатся на монополии на насилие Все остальные классы не имеют права на насилие Поэтому-то Эддард Старк и казнит беглеца Только он должен совершать насилие Все остальные насилие не имеют права совершать Именно поэтому все остальные орудия будут считаться незаконными Это напоминает, как американцы в фильмах Злодеям обязательно дают автоматы Калашникова Потому что понятно, что только прямая и красивая, благородная, черная М-16 Это инструмент праведного насилия и праведного гнева Она за правые цели Все остальные это очень плохо Вообще, американцы защитят нас от настоящего зла Возвращаемся к одному из них Писателю, гению, на мой взгляд, Джорджу Мартину То есть, кем является феодальный правитель? Он является именно тем, кто не боится совершать насилие Не боится убивать и не боится погибнуть Именно из-за этого он благороден Именно из-за этого, из-за своего благоразумия Он выбирает не грабить своих подданных А облагать их данью И не разрешать другим людям совершать насилие Таким образом, суверен Это необходимое, меньшее зло По сравнению с другим злом Чтобы быть защищенным от дракона Нужно иметь своего собственного Воспоминаем Евгения Шварца И это, и честь, это легенда суверена Он подпитывается честью Суверен живет в чести Он всегда прям, как его оружие Как фалос Он абсолютно патриархален, фаличен Он проникает Он не идет вокруг Он не хитрит Суверен идет напрямую Прямое орудие На котором невозможно усидеть Пока что вам это ничего не напоминает Приведу цитату Из французской истории Начало 19 века Штыки хороши во всех делах Но на штыках невозможно усидеть Вспоминайте, кто говорит эту фразу Ее произносят Шарль Морис Де Толеран Перегор Вы наверняка слышали Такое слово, как толерантность Оно обозначает терпимость Ко всем непонятным нам Принятие всего Может быть даже неприятного нам Оно означает вот такую смиренность Зная, кто таков был толерант Мы понимаем природу толерантности Природу терпимости А кто он такой был? Этот человек Изначально Аристократического рода Унаследовал от своего отца Генетическую хромоту По той причине, что католики А он был католиком Высокорожденные католики Имеют право Жениться на своих кузинах И так было много поколений До нашего мальчика Он унаследовал хромоту И поэтому он не мог Стать кавалергардом Соответственно Его направили учиться В духовную семинарию Чтобы он в итоге получил Большой церковный сан Он его и получил Он стал епископом При бурбонах При короле Луи Потом совершилась революция И при революционном Правлении Так называемой Директории Он стал министром Иностранных дел Когда его голова Так же вслед за остальными Чиновниками Тем более аристократами Должна была Попасть под гильотину Он сбежал в Англию Оттуда в Америку Попытался заработать Состояние на Скупке Разорившихся земель И быстро их распродажи Еще больше потерял денег Его не приняли Богатые Круги в США С помощью Одной из своих Любовниц А у него их было Огромное количество Мадам де Сталь Он вернулся во Францию Потом его сделали Опять министром Иностранных дел И он поднял Наполеона Бонапарта В котором разглядел Великого гения Он подлизывал Наполеону Как только мог Все у Наполеона Чего касался Язык Толерана Все сверкало И блестело Пока в один Определенный момент Он не разглядел Что Наполеон Не собирается Останавливаться В своих победах Наполеон Все больше Дальше идет После того Как под Аустерлицем Наполеон Разгромил Сильно превосходящие Его силы Союзников И вторгся В Австрию Толеран Сказал ему Что с Австрией Надо мириться Вы слишком жестокий Государь Необходимо Смягчать политику Наполеон Не послушал его И отправился Завоевывать Испанию Вот здесь Толеран Понял Что наш мальчик Останавливаться Не собирается Он реально Как и говорит Хочет повторить Судьбу Александра Великого Он хочет Просто завоевать Весь мир Фактически Наполеон Что хотел сделать Он создавал Евросоюз Первую серию Первую версию Толерану Это не понравилось Потому что Были разумные пределы И Толеран За спиной Наполеона Начинает Переписку С нашим Александром Первым Романовым Которого На самом деле Как правителя Он ни во что не ставит Но он понимает Что Александр Первый Обладает колоссальной мощью И еще Толеран Понимает Что континентальная Блокада Которую Наполеон Против Англии Ввел Она вредит Самой Франции Он понимает Что ему необходимо Ему необходим Вообще-то Мир И экономическое Процветание Францам Заботиться О государстве Но больше всего На свете Толеран Заботился О своем кошельке И о своем Благосостоянии Он был Невероятно Богат Потому что В нужное время Он скупал Акции И в нужное время Продавал Это первый Его доход Второй Его доход Гигантского Количества Взятки Когда они Отстраняли Бараса И Толеран Принес В кармашке Для него Взятку Один миллион Франков Барас Говорит Он ее не получил Потому что Толеран Пригрозил ему Насилием Войска стояли За окном Он скупил Несколько Замков Несколько Дворцов Он стал Хозяином Огромного Количества Поместий И при Наполеоне Получил Титул Высочайшего Князя Но Когда Наполеон Вернулся Из Испании Он узнал О тайных Интригах Толерана Против него Он кричал Я раздавлю вас Как этот Стакан Он раздавил В перчатке Раздавил Стакан Вы дерьмо В шелковых челках Толеран Не потерял Лица Он продолжил Служить Наполеону Он был Такой же Выдержанный Но Он понял Что его Жизнь висит На нитке И он писал После этого Он не мог Так сильно Брать взятки Он немного Отстранился От иностранных Дел Уже не мог Так сильно Влиять На внешнюю политику Он писал Александру Первому Ваше Царское величество К сожалению Я был вынужден Очень сильно Израсходовать Много средств Служа Вашему величеству Не могли бы вы мне Немного Перечислить Скажем Миллиона Полтора Золотом Гигантская Сумма Александр Страшно Не любил Когда с ним Так разговаривали Он сказал Уважаемый Высочайший Князь Я бы с удовольствием Это сделал Но я очень боюсь Скомпрометировать Вас В глазах Всего сообщества Станет Понятно Что вы Сблизились С российским Правительством Это пойдет Вам не на пользу Просто ничего Ему не выслал В итоге Толеран Помог Сместить Наполеона Он помог Договориться Александру Первому Прусскому Королевству Австрийскому Королевству Они сместили Наполеона И благодаря Толерану В честь Александра Первого Теперь главная площадь В Берлине Называется Александра Плац Очень благополучно После этого Толеран Возродил Династию Бурбонов И посадил На стол Луи Филиппа И есть Очень сильное Подозрение Что Потом Царствующий Наполеон Третий Является Сыном Незаконно Рожденного Сына Толерана У него было Огромное количество Незаконно Рожденных Детей Как видите Наш мальчик Был очень Толерантен Теперь вы понимаете О чем Говорит Это слово Вся эта терпимость Вся эта преемственность Вся Эта Приязнь И Сильная льстивость Она говорит об одном Человек Не собирается Соблюдать Ваши интересы Он Улыбаясь Вам И льстя Вам Просто будет Копать под вас Если ему это выгодно А ему это Как правило Через время Обязательно Будет выгодно Вот что такое Толерантность Это Коварство Это Собственно говоря Ну Скажем так Толерана Во Франции Ненавидели Почти все Мужчины Женщины Обожали Нашего мальчика Мужчины Называли его Подлецом И хромым Дьяволом Хорошо Вернемся К Джорджу Мартину Толеран Это Там Кто Вот здесь У меня Есть Две Версии И ни одну Из них Я не могу Выбрать Прямо на 100% С одной стороны Из таких Вот Льстивых И притворных Хитрецов У нас Есть Варис С другой Стороны Мизинец Мы не знаем Кто из них Кто Варис С одной стороны Это Евнух Он Как будто бы Хотя никто Не проверял Никто же Не рассматривал Его Он Ни перед кем Не раздевался Я вам больше скажу Он ни перед кем Не показывал Своих зубов У нас даже нет Четкой Уверенности Что Варис Это Человек Он возможно Один из подводных Жителей Так же как Его друг Иллирио Они такие Толстые Тюленеобразные Существа Они могут быть Вообще Заинтересованы В том Чтобы драконы Растопили Лед Все это Затопило Пошло Глобальное Потепление И Они Просто Будут жить В океане Есть Это одна Из версий Только одна Как бы то ни было Варис Это такой Мастер Над шептунами Мастер Внутренний Внешний Разведок Ну Есть Параллели С Толераном Но Не очень Большие Мизинец Мастер Над монетой Толеран Был гением Заработка Толеран Знал Как зарабатывать Правда Так же он знал Как тратить Деньги Но здесь Они очень Сильно Соприкасаются К тому же Невысокий Рост К тому же Какие то Небольшие Физические Дефекты Дело в том Что Мастер Над монетой Питер Бейлиш Он же Сразился В юности С Эдердом Старком И был Сильно Израненным На дуэли Может быть Может быть По крайней мере Толерант Точно так же Как и Питер Бейлиш Очень хорошо Внутренним Чутьем Знает Как зарабатываются Деньги И еще Оба этих героя Джордж Мартин Обещает нам И Варис И Питер Бейлиш Никогда не будут Повами То есть Они никогда Не будут Главными героями В этой серии То что сериал Закончился Как вы понимаете Это ничего не говорит О книгах Мы не знаем Что там дальше Нам и Питера Бейлиша И Вариса Показали С какой-то Очень примитивной стороны В книге Это очень сложные фигуры Так вот И они Что-то знают Такое Что знает Только Джордж Мартин И они Никогда Не расскажут Этого Об устройстве Самого Этого мира Джордж Мартин Пообещал нам Это Это похоже На Толерана Это очень похоже На него Еще Оба они Очень хорошо Умеют шутить Они очень остры На язык Толеран Был Остер на язык Одна из его Ранних Любовниц Которая воспитывала Его Сказала ему Если вы хотите Чтобы вас боялся Весь свет Вы должны уметь В зло шутить И Толеран Специально тренировался Идем дальше Войдем В эту символику Еще раз Прямые мечи И абсолютно Кривое Ядовитое Невидимое Оружие Хитрецов Вот Что это За два Противостоящих Эти прямые мечи Это трон Он стоит На возвышении Как царь горы На нем сидит Его все видят И никто Не видит Планов Вариса Планов Питера Бейлиша Никто не понимает Чего они хотят Питер Бейлиш Помните Учил Сансу Нельзя допустить Чтобы враги Знали Чего ты хочешь Ты для этого Иногда должна Делать какой-то поступок Во вред себе Чтобы сбивать их с толку Чтобы выглядеть дурой Или чтобы они Просто путались Ты не должна Давать им проследить Это я уже Моя интерпретация Логику Прямую логику Твоих действий Твоя логика Должна Подвергнуться Твоей заботе Прятанья ее А короли Видите что делают Они сами Убивают себя О свой трон Сами режут себя Калечат И убивают себя О свою власть О вот эту вот Власть чести Вспомните С чего начинается сериал С чего начинается книга Первая книга Она предельно простая Как рыцарская фэнтези Великолепный Сверкающий Лорд Севера Эдард Старк Его прекрасный Благородный Но Выпивоха Друг Роберт Баратион Они прекрасные Друзья Они гибнут Как дебилы Под конец книги Нам показывают Насколько Идиотская привычка Следовать Этому прямому Мифу Быть заложником Этого мифа Вот эти все Короли Таргарины Попытка Ланнистера Стать королями Баратионы Это дураки Которые подвержены Влиянию на них Мифа Ни Варис Ни Питер Бейлиш Ни Толеран Никогда Не позволяют Владеть собою Этими самыми Аффектами Захватывать себя Мифу Они не разрешают Они не позволяют Захватывать себя Даже символ Потому что символ Обязательно Воздействует на нас Через наше Бессознательное Но Эти три героя Которых я перечислил Они Настолько Осознают Сейчас очень модное слово Быть осознанным Это еще одни дегенераты Которые подвержены Мифу осознанности Мы не говорим о них Мы говорим о людях Которые Очень сильно Хотят Быть Властелинами И они Идут в это И они становятся Властелинами Даже над символом Даже над легендой Даже над мифом И что вы думаете Они не знают Что они Попадают под воздействие Желания власти Они даже Это рефлексируют Поэтому они Очень выдержаны Очень утончены Поэтому они Очень терпеливы Очень Толерантны Есть ли что-то Священное для них Миф для них Не священник Религия для них Не священна Толерант был священник Ему было плевать на это Причем Под конец жизни Он получил Полное Отпущение грехов От Папы Римского Представьте себе Какой милый И хороший человек Эти люди Не считают Священным миф Священным Символ Эти люди Считают Священным Свое Желание Вот что Для них Важно Они Постоянно Устремлены Вниманием Внутрь себя Они Сфокусированы На себе Именно поэтому Они так хорошо Собой владеют Они умеют Притворяться не потому Или не только потому Что они актеры Они актеры Потому что Знают свое желание И поэтому Они не боятся Раствориться В этой притворной игре Они не боятся Раствориться В этом притворстве В этом актерстве Потому что Если мы посмотрим На вообще актеров Профессиональных актеров Как правило Большая их часть Это очень глупые Недалекие люди Которые Помимо всего прочего Не имеют Какого-то Внутреннего стержня А у этих наших Сегодняшних Коварных героев Серых кардиналов Назовем их так У них стержень есть И он постоянен И он гибкий И он неуловимый Их невозможно Зацепить Их невозможно Ранить Они как бы Обтекают Водой Водянисто Обтекают Любое острое лезвие Сами Являясь Самым острым лезвием Или тончайшей иглой По сравнению С ними Короли Являются Дураками Даже Если эти короли Гении Ну как Наполеон Он по сравнению С Толераном Был дураком Хотя он был Величайшим гением Действительно Величайшим гением Это очень напоминает Как Молотов Говорил о Гитлере Он говорил В чем секрет Гитлера В том Что он Умный Но тупой То есть Есть Безвольные Герои Нам не важно Умны они или нет Есть безвольные герои Безвольные люди Это общая масса Есть волевые герои Глупые Тупые Непроходимые Это Эддарт Старк Роберт Баратион И тому подобное Это Как бы сказать Слабоумные герои А есть волевые И сильно умные герои Я их нашел Только Двоих Может быть Там есть кто-то еще В этой Игре Престолов Кстати Вот Если у вас есть мысль Напишите об этом В комментариях Может быть Я кого-то не замечаю Да Там есть еще мистика Есть волшебство Есть древние боги И Эти вот Трехглазые там Вороны Я их сейчас не беру Это очень интересная Сновиденческая логика Логика бессознательного Мы просто сейчас Не трогаем ее Мы идем именно в политику Именно про политиков Я говорю Мне кажется Даже викторион Грейджой Это не умный человек Не сильно умный И вот Что эти Сильно умные И волевые персонажи Что они делают Как они действуют Они Рефлексируют миф Они Чтобы не подвергаться мифу Они внимательно Вчитываются Внимательно В отличие от слабоумных Которые берут миф Непосредственно И говорят А вот оно Все Есть Это примерно Вот Как сейчас мы Читаем какую-нибудь Может быть даже умную мысль Из какого-то Какого-нибудь Умного мыслителя И берем ее Сразу же И начинаем ее Воспроизводить Вот так действуют Слабоумные Если мы хотим Быть волевыми И умными Если мы хотим Преследовать Собственные цели Если мы хотим Заботиться о своих желаниях Забота О своих желаниях Это очень важно Особенно Если мы смотрим На этих Двоих Троих Да Стали рано Если мы хотим Уметь это делать Мы должны Рефлексировать Наше внимание Вот мы прочитали А что это сделало Со мной Мы вчитались В миф Вчитались Символ Что это делает Со мною О чем это говорит Давайте сейчас Я зачитаю вам Некоторые Из цитат Это великие Черт возьми Мысли Наших героев И дальше Мы рефлексируем Все Что мы до этого Сказали Варис Он Питает Очень сильную Симпатию К Тириону И учит Его власти Он рассказывает Ему такую Задает ему Такую загадку В комнате Сидят четверо Это король Это купец И это Священник Они Находятся По краям Комната А в центре Стоит Солдат С мечом И вот Король говорит Солдат Служи мне Убей этих двоих Они претендуют На власть Служи мне Я твой король Священник говорит Солдат Служи мне Я твой Повелитель Убей этих двоих Они претендуют На власть Я Вожу Тебя С Богом А третий Говорит Солдат Я заплачу Тебе Убей этих двоих Они претендуют На власть Кого Выберет Солдат Спрашивает Варис Тириона И тот Говорит Я к сожалению Не могу Ответить У них Всех Равные Возможности Варис Варис Отвечает Власть Помещается Там Где человек Верит Что она Помещается Не больше Не меньше Значит Спрашивает Тирион Власть Есть всего лишь Фиглярский Трюк Тень на стене Отвечает Варис Но Тени Могут Убивать И порой Очень маленький Человек Отбрасывает Очень большую Тень После этого Тирион Улыбается И говорит Знаете Варис С каждым днем Вы нравитесь Мне все больше Когда я начну Массовые казни Я казню вас Последним Варис Тонко улыбается Своей беззубой Улыбкой Говорит Сир Большего Комплимента Я не мог Себе Представить Еще Варис Актеры Научили меня Тому Что у каждого Человека Есть своя роль В жизни В спектакле При дворе Королевский Палач Должен быть Страшным Мастер Над монетой Скупым Лорд Командующий Гвардией Доблестным А мастер Над шептунами Лукавым Подобострастным И бессовестным То есть Мы понимаем Что Варис Когда он Мастер Над шептунами Это вовсе Не его Настоящая Личина Мы не знаем Его настоящую Личину Он играет Мастер Над шептунами Ну и последнее В духе Толерана Он говорит Штормы Приходят И уходят Волны Плещут Большие рыбы Пожирают Малых А я Знай себе Плыву Великолепный Персонаж Я обожаю Его И теперь Читаем Цитаты Мизинца Питера Бейлиша Все люди Чего-нибудь Дохотят И зная Чего хочет Тот или иной Человек Вы получаете Понятие Кто он И как Им Управлять В игре Престолов Даже самые Незначительные Фигуры Наделены Собственной Волей И могут Отказаться Делать Придуманные Для них Ходы Запомните Это хорошенько Вот урок Который Серсея Ланнистер Еще предстоит Выучить И Самое важное Опять в духе Толерана Хаос Кстати Вы знаете Что в русской Традиции Правильно Говорить Хаос Давайте Говорить Правильно И правильно Делать Ударение Итак Хаос Это не провал Хаос Это лестница Многие пытались Забраться По ней Но отступались И уже не пытались Вновь Падение Ломало Их У других Был шанс Зайти наверх Но они отказывались Продолжая цепляться За государство За богов Или За любовь Все это иллюзии Реально Лишь лестница И важен Лишь подъем Наверх Чистый Толеран Теперь Дорогие друзья Давайте Рефлексировать Итак У нас есть Этот Просимвол Трон Из мечей Железный Трон И Ему Противостоит Игла Яд Заговор Интрига Что мы Видим Мы видим Что короли Которые Вызбирают Путь Железа Это Дураки Они Себя Берут И убивают По свой Путь Почему Они это делают Они не могут Преодолеть Себя Они не могут Перешагнуть Себя Почему Потому Что Им Это Очень страшно Они Не знают Себя За пределами Этого Они Есть Плоды Их Воспитания С другой Стороны У нас Есть Питер Бейлиш У нас Есть Варис У нас Есть Месье Толеран Которые Воспитали Себя Сами Они Не Являются Продуктом Того Что В них Вложили Они Являются Продуктом Себя И Причиной Себя А все Что в них Вложили Они Теперь Используют Не оно Владеет Ими Они Владеют Этим И это Настоящая Власть Потому Что Они Это Единственные Очень редкие Люди Владеющие Собою Эти Люди Обладают Самым Невидимым Неизмеримым Недоступным Для идиотов Орудием Которое Называется Знание Они Исповедуют То Что Озвучил Как девиз Для Англии Фрэнсис Бэкон Сценция Потенция Эст Знание Сила Именно Поэтому Сверхдержавы Сейчас Являются Сверхдержавами Даже какое-то время Советский Союз Был Сверхдержавой Потому Что В знание В интеллектуальную Развитость И в развитость Воли Вместе Со знанием Государство Вкладывалось Люди Вкладывались Сейчас Люди Вкладываются В другое У нас В стране И Поэтому Мы слабеем И поэтому Мы становимся Теми самыми Идиотами Которые Убивают себя О собственные Границы Тесные Границы Но Мы же понимаем Что власть Всегда держится На насилии Этот железный трон Он собой Символизирует Насилие А что С этим насилием Обстоит У наших Тайных Этих Вот Тайных Потаенных Этих Персонажей Очень просто Они его Так же Используют Но они Прежде всего Совершают Насилие Над собой Чтобы преодолевать Те границы Которые Кажутся Непреодолимыми А это Называется Усилие Люди Это Сверх Хищники И Самый Высокий Хищник Охотится На себя Он над собой Совершает Насилие Он выслеживает Себя Тайком И нападает На себя И преодолевает Себя Пожирая Себя Человек Это сверххищник Давайте смотреть Правду в глаза Это уже не животное Это что-то более Крутое Такой Хищник Духа Человек Это охотник На самого себя Наши Сегодняшние Персонажи Целиком И полностью Иллюстрируют Это Усилие Духовное Интеллектуальное Усилие Это Настоящая Власть Редактор субтитров